Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. А сегодня я буду готовить рыбу сельдереем. Вот такой вот суп рыбу сельдереем и никакой картошки. Теперь, ближе к весне, я в основном буду блюда все готовить без картошки. Ну, по крайней мере, максимально минимизировать ее в своем рационе. Уже сейчас картошка ядовита. Она не просто не полезна, она ядовита. Вот сейчас уже все, с середины зимы, все ингредиенты внутри картошки практически не полезны. Полезны они только, когда картошечка молоденькая, сочная. Вот тогда там много чего. Сейчас уже в основном крахмал, который... Вообще вы кушаете картошку, она внутри организма превратится в сахар. Вам это надо? Подумайте. Подумайте 300 раз. Нужен ли вам лишний сахар? Все. А сейчас рыба сельдереем. Как я вам еще и говорю, что рыба сельдереем это очень вкусно, сытно, ароматно. Ой, просто прелесть. И, наверное, для вас это необычно. Но я сельдерея употребляю очень много. Ну, вот здесь почти-почти 700 грамм сельдерея. Вот здесь почти полкило тыквы. Я продолжаю чистить печень. Пойдет у меня все это сюда. А что вы скажете у вас там за семена? А семена у меня, дорогие мои, это кориандр. Что такое кориандр? Это кинза. Только семена кинзы называются кориандр. Прекрасный антиоксидант. Прекрасно со всеми опухолями борется. И все. Сейчас ближе к весне я усиливаю свою диету вот такими ингредиентами, как сельдерей. Про сельдерей сейчас расскажу. А у меня вот так вот получается, видите, я на мелкой терке тру обязательно лук. Причем лук у меня будет в трех вариациях. Первый это репчатый вот такой. Второй лук перо. И третий лук порей, который растет у меня на подоконнике вместе с вот этим луком. У меня много морковки и у меня еще сельдерей, потому что я люблю еще его кушать, вытаскивать кружочками. Для себя я его вот так делаю. Дальше что? А для моих родных морковку и тыкву я вот так вот делаю, чтобы растворялось. Прямо растворялось, чтобы они ели бульон, когда из этого супа. И уже у них все это вовнутрь всасывалось. Через кишечник попадало в печень, чистила печень и дальше по сосудам и так далее. Дальше, дорогие мои. Дальше у меня, как и в любую уху, но это не уха у меня, а рыбий суп, я добавляю какие-то крупы, цельные зерна я добавляю. Вот первое, вот это вот, это у меня перловка, чуть-чуть, буквально две столовые ложки. Второе, вот у меня, видите, две столовые ложки, это овес. Овес, вот такой вот овес, тоже цельнозерновой. И третье, это чечевица. Чечевица, тоже две столовые ложки, это изумительная вещь. Изумительная вещь, в ней железо, в ней всего столько много, за чечевицу потом. Итак, у меня лежит уже кое-какая крупа, это кориандр. Дальше засыпаю. Так, дальше выкладываю. Какая прелесть. Какая прелесть. Вот такую морковку я делаю для себя. И сельдерей, а и на терочке. Они такую не любят. А я люблю, я люблю пожевать. Я люблю это сделать для того, чтобы десна развивались, чтобы зубки и вообще. Я даже и в сыром виде люблю пожевать. Вот, для себя я вот в таком виде делаю. Дальше выкладываем. Оп, есть. С соком. Почему я так делаю? Потому что они не едят лук вареный. А этот лук, он у нас растворится. Здесь его полкило. Представляете, как многое скажете? Ух, да, рыба любит. Рыба любит лук. Причем, рыба любит лук. Разный, разный, всякий. Но тот зеленый, который порей и репчатый, в самом конце добавляем, девчонки. Ну, обязательно у меня идет лаврушка. Как я люблю запах лаврового листа. Обязательно. А вот сейчас что у меня идет? У меня идет хингрей. Что такое хингрей паудра? Это такой порошочек индийский. Здесь чего только нет. Но здесь видно много чесночка. И такой запах просто обалденный. Я в конце посыпаю вот этим. Это просто нечто. Мне очень нравится. В этом блюде я уже делала. Но это в конце я буду посыпать. Дальше розмаринчик. Размарин и монарда. Кто знает, что такое розмарин? У меня растет на даче. Рыба любит розмарин. Ах, какой это будет запах бесподобный. Вы себе представить можете. Гамасио. Ну, как же без гамасио? Гамасио. Как делать гамасио? Ну, гамасио... Гамасио. Это, дорогие мои... Вот у меня подписано оно вот так. Это японская приправа. Они кладут ее практически во все, во все, во все стравы по-украински. Блюда по-русски. Во все блюда. А сейчас время паприки. Паприку я обожаю. Просто обожаю паприку. Ох, уже пошел запах. И еще не готовила. Еще не готовила уже. Такая вкуснятина. Ну, и теперь... А-ля-ля. А-ля-ля. Только не мимо. Нет, конечно же, не мимо. И посмотрите, что получается. Вот эта 5-литровая кастрюля. Она уже у меня почти полная. Она почти полная. Вот так оно и должно быть. Вот она у меня какая. Я сейчас все это кипятком залью. Именно кипятком. Вы скажете, зачем. Кстати, соль кладите по вкусу. Сахар вообще не надо, потому что тыква очень сладкая. Посмотрите, сколько ее. Соль по вкусу. Заливаем кипятком. И пусть оно поварится минут 40-50. И готово. Такая вкуснятина. Такая полезность. Соль по вкусу. Но про сельдерей. Я же хочу вам рассказать про сельдерей. И сейчас я вам расскажу про сельдерей. Вот так вот я вам поставлю, чтобы было красиво. Вы знаете, сельдерей, он настолько полезен. У него все полезно. Я просто хочу, чтобы вы употребляли сельдерей. В нем и листья полезны. И корень. Ну, корень вот он у меня здесь как раз. И цветочки даже мелкие, беленькие. И те зонтичные полезны. И очень полезны, конечно же, корнеплоды. И сами стебельки. И листочки. Листья. И зеленые побеги. Это все полезно. Вообще в сельдерее все полезно. Сельдерей содержит клетчатку. И вот отсутствие клетчатки в пище способствует развитию ожирения. Туда ближе к весне я делаю все вот такие вот супы. Кстати, этот суп, вот такой вот суп-пюре, он у меня на дня 2-3 уж точно. И я заранее все это готовлю для того, чтобы потом радоваться жизни. Потому что у меня ритм такой, я не успеваю днем, допустим, готовить. Я готовлю с вечера на следующий день или на 2 дня. Но в основном я стараюсь каждый вечер готовить. Сельдерей содержит, вот я еще раз говорю, клетчатку. Кто не употребляет клетчатку, тот получает лишние килограммы. Запишите. Пища без клетчатки – это ожирение. Вот этот сельдерей, почему его так много? В нем очень много клетчатки. Ну и раз... А, кстати, если нет клетчатки, это запоры. Если нет клетчатки, это в кишечнике проблемы. Если нет клетчатки, это злокачественное образование в пищеварительном тракте, потому что пища задерживается, потому что начинается гниение, потому что реагирует все это, не может. Это же не тазик, который помыли, и все оно внутри. Но с помощью клетчатки это все убирается и другие заболевания. Клетчатка содержится в сырых продуктах, овощах, но и, если не долго варить, тоже. Но вот сельдерей можно кушать в сыром виде. Просто хрустите на терочке, кушайте. Дальше, кстати, есть и в фасоли клетчатка, и в сои, и в стручковых. Вообще употребление грубой твердой пищи особенно полезно для пожилых людей. Так что делайте на терке просто сельдерей и кушайте его. Такая пища поддерживает мышечные ткани пищеварительного тракта. Еще, что в сельдерее? В сельдерее есть, ну, натрий, например. Это основной катион. Что он делает? Он регулирует объем плазмы крови. Мы сейчас занимаемся с вами кровью, да? Но мы в основном гемоглобин повышаем за счет красного. А за счет белого, вот за счет белого сельдерея, мы плазму с вами улучшим в крови. Таким образом мы вообще поддержим полностью кровь. Плазму крови, внеклеточной жидкости в организме, кислотно-щелочное равновесие. И еще, кстати, сельдерей участвует в функционировании центральной нервной системы и мышц. Благодаря вот этому натрию. Вот натрий, это все натрий. Натрий проводит из тканей к легким углекислый газ. Если вы думаете, он не полезен, он нам просто необходим. Он нам просто, даже больше, чем кислород. Нет, на самом деле там все хорошо в своих процентах, в процентном состоянии. Нам это очень просто необходимо. Недостаточное содержание натрия в организме вызывает затвердение стенок артерий. Застои крови в капиллярах образуют камни в желчном и мочевом пузырях. Камни в печени вызывают желтуху, сердечные болезни, одышку. Особенно кто вот на антибиотиках сидел, сейчас за сельдерей засучили рукава и сельдерей. Я вот это показываю, я же вам говорю. Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. А моя семья, это мои друзья еще. И вот моя подружка, она сейчас смотрит, которое... Ну, видео я там сделаю, где там она ребенка своего вот этими антибиотиками поила. Что сейчас происходит, я вам скажу. Уже гораздо дела лучше после того, как она отказалась на врач. Она ходила, она беседовала с врачом. Она отдала ему эту пустую коробочку. Она показала ему этот список. Она сказала, что если вы думаете дальше вот так вот сидеть, то я не знаю. Она пошла к главному врачу и об этом тоже сказала. Вообще бы я ей, конечно, посоветовала и пригласить в телевизионную компанию рассказать. Но ладно уже. Уже ладно. Как говорится, не будем так жестоки. Но если мы будем жалеть вот такую вещь, то мы, ребята, значит, не жалеем своих детей. Поэтому думаем, где у нас приоритеты. Для меня приоритеты дети. Поэтому вот я вот это показываю для того, чтобы и она готовила. Она говорит, я буду смотреть, чаще показываю. Ты же все время такие вещи делаешь всякие, интересные, но не всегда их показываешь. А потому что не всегда время есть. Итак, мы с вами остановились на натрии. Чтобы не было камней в желчном и мочевом пузыре. Все это есть в сельдерее. А вы уже выбирайте, будете вы его употреблять и в сыром, и в вареном виде. Или не будете. Вместо картошки. Вместо картошки. Это должна быть у вас основная пища. Вот это. Сейчас идет тыква. Кушайте тыкву. Сейчас идет сельдерей. Кушайте сельдерей. Сейчас идет... И вообще замените картошку топинамбру. Больды... Кстати... Обязательно больным с почками, с печенью, я бы рекомендовала употреблять побольше тыквы и побольше сельдерея. Вот я бы рекомендовала. Опять, семья моя, интернет семья. Обратите на это внимание. Ну, что еще я могу сказать? Больше ничего не могу сказать о сельдерее. Сельдерей это просто бомба для мужчин. Мужчины об этом знают. Что он повышает потенцию. Каким образом? А вот таким, если вы будете кушать вот такую вот, вот такой рыбный суп, вот такую, ну уху ее не назовешь, а рыбный суп. Рыба, я называю сельдереем. Если вы будете кушать рыбу сельдереем, конечно, у вас будет все в порядке. Вы знаете, что если вы хотите усилить мужскую потенцию, то у меня есть рецепт. Смешать 100 грамм листьев сельдерея и плодов фенхеля. Залить смесь одним литром сухого белого вина. Настаивать один месяц. Ежедневно нужно встряхивать. Да, это проблема. Но нужно каждый день встряхивать. Процедить и принимать по половинке стакана настой после еды. И приятно, и хорошо. Но за руль садиться не надо, потому что там есть какой-то процент все-таки алкоголя. Это для усиления мужской потенции. При поносе у ребенка надо сделать припарку на живот из семян сельдерея. Также розы можно или аниса. Можно прикладывать повязку из намоченных уксусом тканей. Ой, уксусом. Намочить уксусом ткань или проса. Прокипятить в воде с добавлением небольшого количества уксуса. Кормить ребенка в это время надо сваренным в воде мякишем хлеба или толокном. И поносик уйдет. Еще, если ранки или застарелые язвы, то нужно прикладывать к ранам свежие измельченные листья, мелко-мелко измельченные листья сельдерея. Или делать сельдерейную мась. Мелко-мелко измельчить в кашицу прям листья сельдерея. И свежее сливочное или подсолнечное масло. Это прекрасная будет мась от ран и застарелых язв. Я про сельдерей могу говорить бесконечно. Потому что в моем арсенале много чего интересного. Но я скажу про печень. Потому что мы кровью занимаемся. А значит и печенью сейчас. Вот при лечении болезни печени. Одним из лучших средств лечения печени. Являются свежие соки овощей. И вот как раз нужно смешать 210 мл морковного сока, 150 мл сока сельдерея, по 60 мл сока индивия и петрушки. Меня спрашивали, кто-то писал мне про, если у меня гепатит. Вот что нужно. Вот что нужно. То, что я вам сейчас сказала. И выпивать это равномерно в течение дня. Но это же нужно делать постоянно. Постоянно.